Протокол Лавачевого, тоже это дело закончено. А расскажите, когда был на каком-то? Там 20-го числа тоже назначена Харьковском апельсином суде апелляция. А у него была статья? У него, у всех остальных, была статья, часть 1-я, 294-я, массовые беспорядки. Все больше других статей, кроме как у Лидаева, на полномочной, не было. Тоже будет слушаться эта апелляция. Ну, не то, что она будет заполирована, а сейчас покупки? А сейчас мы скажем. Еще одна выручила, можно начать? Ему вынесли? Дело в том, что судья Шумаченко, сейчас мы уже не работаем, она вынесла всем условность, что минимум статьи 75-я. Праборатура настаивает, что это был реальный срок, просила 5-нет. Мы просим, чтобы вообще не было наказания. Получается, Логвинов, третий организатор, идет еще следствие. Потому что там произошла вообще вопиющая картина. Мне накануне позвонила мама, ему определили залог. Залог этот был внесен. Он находился, по-моему, на сотой зоне в то время. Мама с утра стояла, ждала, когда сына выведут. Вместо этого, на это, выехала какая-то машина вечером. Я подумал, что везут сына. Вот так и оказалось. Как он потом пояснил, его довезли до границы российской. И там зафиксировали, что якобы он хотел убежать. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что действия этих людей абсолютно адекватные? То есть они не принимали участие в массовых беспорядках? Давайте отвечаю на ваш вопрос. Вы имеете в виду захват Хуга? А? Захват Хуга, да? Да, есть. Ну, там много чего было. Смотрите, я защищал несколько человек. Я могу по этим материалам. То есть единственным доказательством того, что они там участвовали, это было задержание. Спецназ, когда утром приехал, их там задержали. При этом ни оружие, ни палок, ни каких-то запрещенных предметов. Не гости зашли туда просто, да? А? В гости зашли туда просто. Или как? Чего они там ходили? Подождите, там народу было очень много. Многие вышли. Есть же организаторы, насколько я понимаю. Смотрите. Есть просто могли бы... Смотрите, на сегодняшний момент еще эти дела не закончены. Потому что окончательное решение вынесет апелляция. Сегодня они считаются невиновными. Мы исходим из того, что презумпция невиновности и доказание вложится на прокуратуру. Сделали тяп-ляп за полтора месяца, хотя два месяца было. Быстро это все сделали, отправили в суд. Нормальной доказательной базы нет. Естественно, ну что мы должны сказать? Он говорит, я там ничего не делал. Да, факт, они не отрицают, что они там были. Но они не говорят, что они участвовали в погромах, в захвате, в битье стекла, в ламуне двери. То есть, большинство из них говорит, что они зашли уже после, когда это все произошло. А где-то после часа ночи там было снято оцепление, и туда свободно ходили люди за вперед. И взяли, не обязательно те, кто там участвовал. Возможно, и были, то есть я не могу так говорить. Взяли только те, кто находился на лицо. Когда они зашли, когда вышли. У некоторых, кстати, у того же Головачева, кстати, особенность. Ему вообще вменяют только шестое число. Не седьмого, когда на восьмое здание горело. Ему вменяют шестое число. Вот что он организовывал. Но у нас есть протокол осмотра местного происшествия. Там дверь поцарапана, плитка там где-то немножко повреждена. И после этого шестого была конференция. Кернес приходил, собирали всех. Кернес сказал, пообещал, что он рассмотрит вопрос о референдуме. Может, формально сказал. Может, там реально. Но, по крайней мере, Головачев на суде сказал, что он считал, что вопросы черпал. И седьмого он там не был. Есть телефоны, что он на другом месте находился. То есть, ему одному меняют шестое число, когда реально, по сути, захвата не было. Был заход в здание. И после конференции он на ней присутствовал. Он сказал, что я больше считал, что вопрос исчерпанный. Ждем, когда там законными способами пойдут. Нет, ну, ваша логика понятна. То есть, как бы, ну, там люди на коленях, разбитые головы. Это все, как бы, абсолютно надо... Никто не участвовал в этом. Нет, я сейчас другое скажу. Люди на коленях. Это было 1 марта. Да, да, 1 марта. Да, да, действительно, там заединены дела. И там прокуратура пошла по такому пути, что не в общем на всех заводила, а конкретно на лиц. Насколько я помню, там вот парень ходил в шапке такой десантской. Ему 5 лет дали тогда. Именно по этому делу топаза тогда взяли. Потом другие уже пошли. То есть, там по этому есть дела, есть законченные дела. А это именно апрель, да? Это апрель. Там понятно, да? То есть, там никто не говорит. Там есть видео, да? Именно на основе этого видео людей привлекали, и ряд из них уже приговоры получили. Вот, кстати, там же было событие какое. Вот мы с Евгением Валерьевичем защищали Акутина Юлия Михайловича. Ему вменяли как раз тот же день, 8 апреля, когда ехали автобусы и побили там камнями, палками автобусы были разбиты. Вот ему вменяли конкретно массовые беспорядки. А потом ему взяли, добавили спустя 9 месяцев нашли 3 выступления на площади, что призывы к завержению строя. Смотрите, можно я еще вопрос? Скажите, я просто с вашей деятельностью не знаком. Вы защищали хоть одного человека, который защищал конституционный, ну, конституционный строй и нецелостное строительство? Сейчас я вам объясню. Смотрите, получил ЖК, те люди, которые были на Майдане, они герои, их никто не привлекает. Нет, подождите. Я не про Майдан киевский, но я хочу о каких-то событиях поговорю. Смотрите. Это далеко Киев Майдан. Вы конкретный вопрос ответьте, пожалуйста. А здесь этих людей не брали. Даже по Рымарской кто-то ответил за убийство двух людей. То есть здесь брали других людей. Вот кого брали, то вообще. Отведите на вопрос, на мой прямой. Вы защищали хоть одного человека, который защищал конституционный, нет, некого было защищать, но нет. Кого-то не брали. То есть никого не защищали? Нет, никого. Вдите прямо на вопрос. Прямо. Защищали только сепаратистов, которые из российских планов. Вы хотите просто дать им... Я хочу ответ на вопрос, да. Я говорю, нет. Не защищали. А вас интересует почему? Конечно, интересует. Да вот я отвечаю. Мы только этого здесь. Потому что брали только те, кто были политическими оппонентами Майдана. Вот поэтому они попали под раздачу. Это у вас оценочное осуждение, вы имеете право, конечно. Нет, я говорю, ко мне не обращались люди, которые там пострадали. Я знаю, что там уже позднее защищали... Я так понимаю, что неплохие деньги вам платят за то, что вы защищали, правильно? Во-первых, это как бы некорректно об этом говорить. Почему? Я вам сразу скажу, да, что эти дела я бесплатно вел все. Потому что была моя позиция. Потому что я исходил из того, что любой может высказывать мысли. К примеру, тот же Апухтин, вот Евгений Валерьевич знает, ему же оправдательные дали по этим всем наступлениям. Экспертиза сказала, что никаких призывов не было. Вот. Все. И его выпустили из зала суда. Но проблема была в том, что ему сказали, что мы сегодня тебе на обмен повезем. Его повезли на обмен как раз в декабре. Тут же вопрос не в этом, да? Мы защищаем его. Ну, да Евгений Валерьевич. Позвольте, я отвечу на ваш вопрос. Вы спросили Дмитрия Анатольевича по поводу защищал он или не защищал. Так вот, и экспертиза это подтвердила по делу Апухтин. Сейчас дело находится на стадии касационного пересмотра. Суть какая? Первая инстанция признала ведомым в том преступлении, которое имеет исключительно прямой умысел. А состав статьи в редакции, которая действовала на момент этих событий, учитывать нужно всем, что у нас законодательство, которое регулирует эту уголовную ответственность за массовые беспорядки, как раз после харьковских событий было откорректировано. Таким образом? Таким образом, искусственно, была создана ситуация, что те люди, которые привлекаются к уголовной ответственности, автоматически не имеют иной меры пресечения, кроме как содержания под стражей. Это изменение в уголовно-процессуальный кодекс части 175 ст. по исключительной мере пресечения в виде содержания под стражей. В этот список статей вошли в том числе призывы к изменению территориальной целостности, преступления, связанные с массовыми беспорядками, то есть автоматически, безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому практически все лица, которые привлекались по этому ряду преступлений, они все под стражей. И, естественно, не нужны лица уже под стражей. В этом и заключается основная правовая калиния. Есть лица, которые привлекались до событий в Харькове. Мера пресечения не связана с лишением свободы. И практически все харьковчане самый массовый арест это по событиям в углу администрации 64 человек. То есть всем известным событиям. И еще, кстати, я хочу добавить. Смотрите, как получилось. Изменилось законодательство. Закон подписал тогда. Тогда фактически в Януковье бежал. Президента не было. Верховная Рада была парализована. То есть был такой вакуум власти. И в этот период как раз этот закон подписал Порубей, являясь одновременно исполняющим обязанности представителя Верховной Рады и исполняющими обязанности президента. И получилось так. Вот Андрею Анатольевичу выменили часть 2-ю статьи 110-й. И сразу берут под стражу. Говорят, что тяжкое преступление. Только под стражей можно находиться. Смотрим. Ему, кстати, выменили только то, что в пост в Фейсбуке я был, который до сих пор никто не видел. И мы смотрим. Оказывается, то, что мы меняем события. Только через два дня этот закон вступил в сего. То есть на тот момент по этой статье вообще статья была средней тяжести до 5 лет. А если еще оценивать статус депутата Харьковского, тут вопрос-то, как бы, научный. Является ли он представителем органа власти или органа местного соуправления. Если местного соуправления, то вообще до 3 лет. То есть человеку максимум грозит 5 лет. Человека все знают. Его берут под стражу и говорят, такая статья теперь. Все, мы ничего сделать не можем. А потом, когда они дела объединяли, они уже это переграли, сказали, что есть статья средней тяжести, для того, чтобы неизусть ее делал. Когда дело развалилось. Кстати, ну, Андрей Круч сам расскажет по своему делу. То есть он учитывал. Можно еще? Да, Борисику еще закончили.